Район Каракаса Петара неизвестен за пределами Венесуэлы, но внутри страны имеет дурную славу. А в последнюю неделю он мелькает в заголовках местных новостей ещё из-за участившихся кровопролитных стычек банд. Остальное небогатое население этих мест сидит по домам, без работы и зачастую без средств к существованию из-за пандемии. Правозащитники решили хоть как-то ободрить жителей при помощи кино. «Люди с невероятной радостью откликнулись на нашу инициативу. Ведь в этих местах у многих не то что компьютера или смартфона нет, а даже телевизора. Поэтому мы решили проецировать фильмы на стенах домов. Это сближает семьи и позволяет детям мечтать». Идею показывать кино для всех желающих активисты подсмотрели в Бразилии. Таким же образом от скуки в карантине спасаются жители Фавел. Выбор сделали в пользу анимационных и детских фильмов о вечных ценностях – добре и любви, которых, как уверены правозащитники, сейчас очень не хватает. Теперь каждый вечер на крышах Патере настоящий аншлаг. Посмотреть классику и новинки кинематографа выходят целые семьи от мала до велика. «Мне кажется, это прекрасная идея, потому что развлекает детей во время карантина. Ведь в обычное время ему очень скучно. Все DVD дома уже пересмотрены, все игры надоели. Но теперь у нас есть нечто новое – кинотеатр, не выходя из дома». «Ощущения потрясающие. Ведь сидим в заперти, никуда нельзя. Лучше смотреть кино здесь, а не в каком-то другом месте». Венесуэла находится на 97-м месте в мире по количеству подтверждённых случаев COVID-19. Официальная статистика утверждает, что новый коронавирус обнаружен у 1800 человек. Смертей на всю страну – 18. Это намного меньше, чем в соседних государствах. Возможно, поэтому местные жители таким данным не верят, предпочитая оставаться дома. В этих условиях правозащитники надеются, что их инициатива подарит людям надежду на лучшее будущее. «Пусть двери закрыты, но мы откроем окна», – говорит автор этой идеи Джимми Перес.